Сейчас давайте мы проведем с вами занятия, обучение по теме сигнал «Внимание всем». На данной тематике мне хотелось бы поделиться по информации, откуда вы можете получить информацию при возникновении червячей ситуации у нас на территории нашей области, нашего города и тому подобное. Сегодня департамент по ЧАЭС работает на основании закона о гражданской защите от 2014 года. В данном законе указано, что у нас могут происходить червячей ситуации различного характера, природного и техногенного характера. Теперь, ребята, задайтесь, пожалуйста, с тебе вопросом, какие виды ЧАЭС могут быть там, где вы проживаете, в том районе, где вы живете, в том районе, где вы учитесь. Это должен знать каждый ребенок. Так, мне тут пишут, не слышно, я это громко говорю, я надеюсь, будет слышно сейчас. Так, теперь, что касается демонстрации слайдов. Да, я вот пытаюсь зайти через ноутбук, чтобы показать вам демонстрацию слайдов. У меня есть подготовленные для вас слайды, ребята. Что-то вот не получается. По возможности я сейчас дойду и буду показывать вам слайды. Но пока вот так. Давайте я вам, хотя бы, чтобы время не терять, я вам постараюсь устно объяснить, что необходимо делать. Теперь, основные моменты, что вы должны знать. То есть, это знать, какие виды ЧАЭС возможны в том районе, где вы проживаете, где вы живете, где вы учитесь. То есть, второй момент, нужно знать действия. Соответственно, какие действия необходимо выполнить. То есть, при объявлении, при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации, сотрудники департамента по чрезвычайной ситуации проводят следующие мероприятия. Это оповещение населения. Оповещение у нас проводится путем распространения звуковой информации на территории города, на территории области Восточно-Казахстанской области. Тем самым, у нас находится в департаменте по чрезвычайной ситуациям, у нас имеются 84 сирены, которые расположены в различных точках нашей области. И данные сирены в случае возникновения чрезвычайной ситуации, они будут звучать повсеместно. То есть, звучать везде, где вы находитесь. И теперь, что необходимо знать. После того, как прозвучит сирена, вы должны взять свои мобильные телефоны, которые у вас на руках, либо дойти до ближайшего телевизора, либо радиоканала, и включить его по этому радио, по телевизору. Наши сотрудники будут говорить вам информацию о том, что произошло, какой чрезвычайной ситуации произошел, и какие действия вам необходимо будет предпринять. Вот про это наши сотрудники будут говорить непосредственно вам, то есть детям или жителям Восточно-Казахстанской области, либо даже гостям нашей области. Теперь, после того, как вы услышите завывание сирен, в вашу задачу входит что? Согласно статье, вообще как в законе прописано, что согласно статье 18, у каждого человека есть наши права и обязанности. Согласно данной статье 18, наши с вами права входит знать действия по сигналу внимания всем. Сегодня я вам поподробнее постараюсь объяснить, что за сигнал внимания всем и что вам необходимо делать. Теперь, данный сигнал, это предназначенный сигнал оповещения населения. Оповещение населения, это, соответственно, доведение до населения сигналов экстренной информации. И информированность. После сигнала внимания всем у нас будет звучать информация по всем телевизионным каналам, по всем радиоканалам, в ваших сотовых телефонах это может быть что? Это может быть, так сказать, вы получите информацию на сайте Инстаграм, на Инстаграм-страничке ДЧС ВКО. Если в поиск выбьете, так же можно найти нашу официальную Инстаграм-страничку. Вам так же, как рекомендация, подпишитесь на эту страничку Инстаграм нашего департамента по чрезвычайным ситуациям. В данной страничке Инстаграм, там вы можете увидеть не только, так сказать, информацию о чрезвычайных ситуациях. На этой страничке вы можете получить такую информацию, как обезопасить себя на летних каникулах, как обезопасить себя в период, так сказать, отопительного периода, как не пострадать во время, так сказать, игр на улице. То есть наши сотрудники ежедневно выкладывают различные видеоролики, различные инструктуры нашему подрастающему поколению, чтобы вы знали правильные действия, как реагировать при той либо иной ситуации. Что касается информирования. Информирование населения — это означает доведение до населения информации о прогнозированных либо возникших чрезвычайных ситуациях, проведение пропаганды в области гражданской обороны, защита населения территории о чрезвычайных ситуациях, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах по любым средствам массовой информации. То есть вот такие вот мероприятия у нас будут проведены при оповещении. Теперь внимание жителей города Ускаменногорска, ученикам, которые проживают и учатся в городе Ускаменногорске. По каким каналам телевидения и радио передается информация о чрезвычайных ситуациях? Это всем вам известные телевизионные каналы, такие как Хабар, Евразия, Казахстан, Республика, НТК, КТК, телеканал Алтай. Эти же каналы на сегодняшний день перехватываются по кабельному телевидению. Помимо этого, радио. По какому радио вы можете услышать информацию? Это казахское радио, работающее на диапазоне 104FM. Либо любое радио, которое вы слышите у себя на гаджетах, телефонах, так сказать. Либо в автомобилях, когда вы едете на работу. Да, вот эти вот телевизионные каналы и радиоканалы вы можете прослушать. Для жителей города Ридер, перехват кабельного телевидения RedRFM. Для жителей города Алтай, это бегущая строка по Алва ТВ. И эфирное радио во всех городах. Таким образом. Далее. Также вы можете скачать себе на телефон приложение, называемое Darmen. Я знаю, что сейчас у современных детей очень много различных приложений, игр и тому подобное. Но данное приложение, называется оно Darmen, оно вам может послужить в экстренной ситуации. Каким образом? То есть по данному приложению вы можете получить информацию о чрезвычайной ситуации в том районе, где вы находитесь. Плюс к этому, по данному приложению вы можете отправить обращение. То есть вы можете вызвать для себя помощь. Это называется мобильное приложение Darmen. Пользователи смартфонов могут воспользоваться данным приложением. И опять же, как бы, то есть это очень полезное приложение. Для рекомендации для пользователей смартфонов, для получения также актуальной информации, то есть по обстановке очередения ситуации в регионе, подпишитесь на страничку Инстаграм, либо просто в поиске бивайте ДЧСУКО, данная страничка там покажется. Вот таким вот образом. То есть то, что я выше только что назвал, это все называется система оповещения гражданской защиты. То есть поподробнее, если поразвести к этой теме, то система оповещения гражданской защиты, это совокупность программ и технических средств, обеспечивающих информирование населения и государственных органов об угрозе и жизни людей, и здоровье людей, о порядке 10 сложившейся обстановке. Соответственно, после того, как вы получите информацию, вам доведут информацию, что вам необходимо делать, какие мероприятия предпринять. Так, ну, ребята, хочу так сказать, извинения попросить. Да, у меня не получается подключить слайдовую лекцию, хотя у меня вот она все готова. Так, ну давайте я вот таким образом попробую, сейчас один момент проведу. Так. Да, вот смотрите, вот таким вот образом. Что здесь означает данный видеоролик? Так, основными задачами системы оповещения гражданской защиты являются это своевременное, гарантированное и достоверное доведение информации до населения, то есть доведение сигнала информации о оповещении до населения и органов государственного управления, а также круглогодичное функционирование и постоянная готовность к применению во всех режимах функционирования государственной системы гражданской защиты в мирное и военное время. Далее. Также у нас имеются на сегодняшний день средства оповещений, которыми вы можете воспользоваться, передать и получить информацию. Такие как стационарная телефонная связь, сотовая и мобильная связь, интернет, стационарные громкоговорители, служебная фиксированная телефонная связь, радиовещательные станции, телевизионные передающие станции, стационарное светодиодное табло, передвижные пункты речевого управления, электросирены и домофоны. Вот такие современные средства информации у нас на сегодняшний день имеются. Помимо этого, обратите внимание на такой вопрос, кто же отдает распоряжение на задействование системы оповещений. На республиканском уровне отдает распоряжение премьер-министр Республики Казахстан, который по должности является начальником гражданской обороны при чрезвычайном ситуации глобальном масштабе. На территориальном уровне Аким области гордо-республиканского значения столицы, либо нижестоящим Акимом для оповещения населения соответствующих административно-территориальных единиц при чрезвычайном ситуации местного масштаба. На объектовом уровне руководитель организации эксплуатирующий административно-территориальных единиц с массовыми приемами людей или уполномоченным лицом. То есть директор школы может отдать распоряжение на то, чтобы в вашей школе включились сирены либо звонки. Данные сирены или звонки помогут вам определить, какой вид чрезвычайной ситуации происходит, и быстренько выполнить все необходимые мероприятия, которые вы должны выполнить. Это взять вещи, необходимые вещи, то есть одежду, и выбежать в безопасный район. Это, возможно, может быть спортивная площадка вашей школы, либо любое другое определенное место вашим руководцам, то есть директорам школы. И это место будет считаться безопасным. То есть по команде вашего, по команде директора школы включаются вот эти сирены, и вы должны выполнить определенные мероприятия. Далее, у нас есть такое понятие, как единая дежурно-диспетчерская служба, номер телефона 112. Теперь, ребята, что хотелось вам сказать. В вашу задачу входит, необходимо, чтобы вы запомнили данный номер телефона 112. В случае, если вы, не дай бог, попадете в опасность, в беду, в чрезвычайной ситуации, смело звоните на номер 112. Но перед тем, как вы позвоните, в вашу задачу входит что? Когда вы позвоните? В вашу задачу входит то, что вы должны в первую очередь представиться, назвать свою фамилию, имя, отчество, с какой школы вы звоните и в какой школе вы находитесь. После этого передать адрес происшествия. Может быть, вы находитесь дома, может быть, вы находитесь на какой-либо секции, либо еще где-либо. Если вы где-либо не попали в чрезвычайную ситуацию, позвоните на номер телефона 112. Это служба приема и обработки сообщений об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций с последующей координацией действий экстренных служб. Создаются в подразделениях у полномочного органа области, города, района. Основными задачами данной службы является прием сообщений об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, в происшествиях уголовных правонарушений, нарушениях систем жизнеобеспечения. Если вы столкнулись с какой-либо чрезвычайной ситуацией, оно может быть любое, позвоните на данный номер телефона и сообщите, что происходит, где вы находитесь. И далее. Сотрудник единой дежурной диспетчерской службы вас проконсультирует, что вам необходимо делать, какие меры предпринять, чтобы вы остались, так сказать, в целости и в сохранности. Вот эти вот мероприятия вам необходимо будет проводить. Следующий момент. Теперь основной вопрос, по которому мы с вами здесь собрались. Это сигнал «Внимание всем». Что вам нужно знать по данному сигналу? Данный сигнал «Оповещение внимания всем» — это единый сигнал «Оповещение», передаваемый посредством сирен или других сигнальных средств для привлечения внимания населения при угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации. Услышать их необходимо. Немедленно включить телевизор и радиоприемник. Внимательно прослушать экстренные сообщения о сложившейся обстановке и порядке действий. Держать все эти средства постоянно включенными в течение всего периода ликвидации аварий, катастроф или стихийного бедствия. Вот таким вот образом мы сегодня с вами изучили сигнал «Внимание всем». Обратите внимание на вопрос того, что в Республике Казахстан других сигналов нет. У нас имеется только один сигнал. Называется он «Сигнал «Внимание всем». После этого ваши действия должны быть такие, что вы должны включить телевизор и радиоприемник. Либо воспользоваться своим сотовым телефоном для получения дальнейших рекомендаций, дальнейших инструкций. После этого вы будете уже в безопасности и будете знать, что вам необходимо делать. Вот таким вот образом. Теперь также у нас по городу Ускаменногорску установлены современные средства оповещения. То есть это серийные речевые установки. Их на сегодняшний день насчитывается 19 штук. Они расположены в различных точках города. Данные серийные речевые установки помогают передать информацию, то есть сигнал «Внимание всем», а также передать информацию, что происходит, где происходит, какой ВИЧС произошел. Можете, никуда не уходя, если вы видите место расположения данных серийных речевых установок, они находятся на некоторых школах в нашей области. То есть находясь возле этой серийной речевой установки, вы услышите сигнал «Внимание всем», во-первых, а также вы можете услышать речевую информацию, почему включили сигнал «Внимание всем» и что вам необходимо делать. С каждым годом развитие технологий требует новых решений для улучшения качества жизни граждан. Смартфон является основным источником получения информации и всегда находится под рукой. Чтобы оперативно и массово информировать жителей города о штормовых предупреждениях, селевой и лавиной опасностях, неблагоприятных погодных условиях, землетрясениях, мы запустили мобильное приложение «Дармен». Его основные преимущества. Бесплатно для Акимата и для всех жителей и гостей города. Поддержка популярных мобильных платформ iOS и Android. Мгновенная массовая отправка пуш-уведомлений. В мобильном приложении также доступно расписание самолетов, поездов, междугородних автобусов и интерактивная карта велостанций. Имеется возможность отправки обращений. Мобильное приложение «Дармен». Легко и удобно. Скачивайте. Доступно в Google Play и App Store. На этом наше занятие закончено за обучение. Всем спасибо за внимание. Всем удачного дня.